Юбилейный фестиваль «Преображение» проходит в Ярославле в рамках празднования Дня Золотого Кольца России. Старт уже дан. Фестиваль открылся в филармонии с музыкального сочинения Павла Карманова. На сцене прозвучала оратория «Пять ангелов», посвященная детям последнего императора России Николая II. Произведение исполнила хоровая капелла «Ярославия» в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Сложно, сложно. Я вам так скажу, я прилип к этому произведению. И когда я получил эту партитуру Павла Карманова и стал окунаться вот в эти пространства, эта музыка не действенная, она пространственная музыка. И на этом программа сегодняшнего дня не заканчивается. Сейчас в музей-заповеднике отгремит колокольный концерт «Музыка русского неба». Выступят звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Суздали и других городов. К слову, именно музей-заповедник станет главной площадкой. Также в Успенском соборе и соборе Казанского монастыря пройдут выступления хоров. А завтра день преображения Господня. Вот мы и решили этот фестиваль посетить, посмотреть, послушать, получить удовольствие. В юбилейный год организаторы решили расширить формат и подготовлено множество сюрпризов. Например, завтра стартует проект «Музей в гостях у музея». Столичные стрелецкие палаты и Серегово-Пасадский государственный историко-художественный музей-заповедник представят авторские интерактивные программы. Главная тема – история смутного времени. Также запланированы мастер-классы по колокольным звонам от Московской и Самарской, и даже Новосибирской школы. А в заключительный день, в воскресенье, музей-заповедник приглашает всех на семейный праздник чудесный город Яблоко-Славль, посвящен яблочному спасу. Гостей ждет множество подарков. Все тайны организаторы не раскрывают, но обещают пятиметровый пирог. Ярославская земля богата традициями. Земля богатой историей, культурой, пропитанной искусством. И вот такие фестивали, как «Преображение», они очень гармоничны для нас. И, наверное, потому, что фестивалем занимаются очень равнодушные люди, очень творческие и интересные. И впервые за долгие годы к «Преображению» присоединился неизменный участник первых фестивалей – хор-солисты и оркестр Московского театра «Новая опера». Естественно, в этот фестиваль услышим джазовую музыку в исполнении коллектива из Северной столицы. Александра Панкрадова, Сергей Ватин и Александр Давидик. День в событиях.